То есть я в данном случае никакой не сенсей, я просто человек, который хочет поделиться с такими же увлеченными людьми тем, чего получилось на работе за весь свой опыт, управленческий опыт и опыт старта проектов. Да, я вижу, сейчас я буду пытаться одновременно говорить и читать. Сейчас пишите, пожалуйста, вопросы. Очень символично, что сегодня состоялся мой первый прыжок rope jumping. Это когда ты стоишь на высоте, высота была сегодня 30 метров, и тебя прикрепляют веревкой, и ты прыгаешь. И сегодняшний мой материал, он как раз о мотивации. Вот стоя там на высоте 30 метров, я подумала, что, наверное, это очень важно, в какой мотивации ты делаешь прыжок, и неважно, куда, делаешь ты его вниз, на канате, или ты на веревке. Да, мы сегодня много говорили про поехали, и про махнуть рукой, про космонавтику. Или ты начинаешь какой-то новый проект, начинаешь какое-то новое дело. Первое, с чего, первое, такое, первое открытие за последнее время, оно состоялось, кстати, благодаря РПТ. Наверное, семинар, который будет вести Алиса, кто пойдет, он больше узнает. Я поняла, что существует два способа начать какой-то проект. И эти два способа целиком и полностью зависят как раз вообще от понятия, что такое мотивация. Значит, что такое мотивация? Мотивация бывает внутренняя, мотивация бывает внешняя. И внешняя мотивация, да, это когда нам нужно срочно начать работать для того, чтобы там зарабатывать, начать проект только потому, что мы уже кому-то пообещали, или другие какие-то причины нас побуждать в том, чтобы совершить старт. Существует внутренняя мотивация. И как раз-таки внутренняя мотивация нас чаще всего и ведет к настоящему, к истинному, на самом деле, к истинному течению этого проекта. Потому что как ты войдешь в проект, так ты потом его и будешь реализовывать. Итак, что такое, прежде всего, мотивация, да, первое, это оценка недовольтуренных способностей. То есть мы оцениваем, чего же нам на самый момент не хватает. И вот в этот момент, когда мы производим эту самую оценку, я предлагаю сделать такое простое упражнение, оно опять-таки из РПТ, это определиться сначала с мыслями, почему мы хотим это делать, а потом представить, что мы начали этот проект. Вот он состоялся вот прямо здесь и сейчас. Мы его запустили. Мы кладем руку на грудь и начинаем чувствовать, что же мы сейчас, какие чувства у нас бурлят душа. И если все классно, если есть ощущение того, что да, мне вот сейчас в этом старте небезопасно, все замечательно. Если есть страхи, если есть сомнения, если есть понимание того, что ой, блин, я не хочу этого делать, на самом деле. А у меня в жизни такое было, и не разу я очень жалею, что я не прислушиваюсь к чувствам, и у меня все действия были с головой, то вот эти страхи следует проработать. И совершенно это не значит, что... Но я своих инстинктов не послушалась, и на самом деле это очень сильно потом повлияло на реализацию проекта, и из проекта пришлось... Ну, это было достаточно давно, из проекта пришлось выходить с очень сильными потерями нервов, очень сильными потерями времени для себя. Потому что, конечно, все мы люди ответственные, мы обязательно доводим дело до конца, мы обязательно сделаем так, что никто не пострадает. Но в этот момент мы теряем себя. Это такой первый совет, да, если кратенько, то мы слушаем свои мысли, мы слушаем чувства, и мы чувствуем, слушаем свои инстинкты, что нам хочется в этот момент сделать. Второе, то после того, как мы определились, да, чего же нам не хватает, и почему же мы хотим это сделать, мы формулируем цели, которые направлены на удовлетворение этих потребностей. В частности, когда ко мне приходят... Ну, я расскажу на своем примере, на примере своей сферы, в которой я часто консультирую, когда ко мне приезжают люди, которые говорят, мы хотим запустить социальный проект. Неважно, это социальный инвестор, это ребята, которые хотят создать некоммерческую организацию, это волонтеры, я всегда им говорю, ребят, чего вы хотите добиться в конце концов. И иногда, когда звучит цель, что мы хотим просто сделать добро, и предлагаю не заморачиваться на создании юридического листа, или, может быть, каких-то других сложных, не заморачиваться на производстве сложных действий, а достичь каким-то другим, более кратким, более емким способом. И вот как раз здесь очень важно четко понимать, для чего вы начинаете какое-то дело. У меня в последнее время стоял очень такой интересный выбор, чего я хочу достичь. И когда я в себя проработала вот эти вот свои цели, свои чувства, свои инстинкты, мы как раз вот с моими процессорами, я пришла к выводу, что если я хочу больше всего быть независимой, то надо оставаться как раз в этой самой независимости, и не устраиваться в какую-то крупную корпорацию, развивать себя как личность. И это часто, вот эти вот цели, чего я хочу больше, я хочу зарабатывать или я хочу независимость, я хочу реализовать проекты или я хочу творчество, вот эти цели часто в нас путаются. И поэтому я советую все это прописывать, и опять каждый процесс, каждую находку пропускать через три фильтра, через мысли, через чувства, через инстинкты. Третье, это самое простое, это все мы знаем, мы все люди деловые, определение действий, необходимых для удовлетворения потребностей. То есть мы протестиваем какой-то план. В социальных проектах это всегда очень просто, это создание юридического лица, это создание команды или ненужные создавать, это достаточно легко. Что касается мотивации на старте создания компании, как она чаще всего влияет на дальнейший процесс. Вот представим себе компанию, которая существует довольно длительное время. Она существует, и... Сейчас я переключу модем, прошу прощения. Это сейчас он сядет, я вылечу связи. И в какой-то момент коллектив начинает чувствовать, что он разобщен, что может быть потеряются какие-то цели, что непонятно, куда нам дальше двигаться. И для многих членов команды работа становится не в радость. И здесь не стоит бить тревогу. Здесь можно сделать очень интересное, на самом деле, такое интересное упражнение или интересный процесс. Это определение, возвращение к истокам. Это какой-то информация перерождения, компания, перерождение коллектива. И для этого самим тем людям, которые запускали этот проект, которые стартовали, которые собирали этот коллектив, необходимо вернуться в то время, и когда они начинали, и пройти как раз этот момент мотивации. Почему они-то начинают? Какие были у них задачи? Какие были внутренние цели? Когда мы были на семинаре в РПТ, Костя рассказал, Константин Шулькин рассказал очень интересную историю, и она мне запомнилась, и я прям ее с удовольствием всем рассказываю. Он говорит, ну, представь, мы с тобой создаем компанию. Только я боюсь денег, а ты хочешь замуж. И вот у нас контракт. Поставки. Поставки из Китая и поставки из Италии. И как, что мы выберем? Если даже поставки из Китая нам более выгодны, то мы оба выберем поставки из Италии, потому что я буду саботировать поступление денег в нашу компанию, а ты очень хочешь посмотреть Италию и найти там спутника жизни. Вот она мотивация. Вот они и вторичные выгоды. Вот они и страхи. И они, естественно, влияют на работу коллектива в целом. Я сама была в такой компании, в которой, когда она создавалась, создавался весь проект, то позже гораздо многие члены коллектива узнали о том, что человеку, который запускал этот проект, на самом деле инициативу спустили сверху. И на какой-то момент было ясно, что он статистически саботирует работу и развитие этого коллектива. И именно поэтому всем, кто стартует, кто собирает команду, кто запускает какое-то дело, я рекомендую очень-очень четко прочекать, из какой мотивации вы собираетесь это делать. Еще о чем я хотела бы сегодня рассказать, очень важно просто запомнить одну штуку, что мотивация – это создание условий, которые оказывают воздействие на поведение человека. И есть два типа поведения такой ситуации. Первое. Мы действуем, исходя из тех условий, которые есть вокруг нас. Например, мало денег. Взять очередную вершину. А есть второй замечательный способ, который я считаю, что он гораздо интереснее. Это сначала самому себе создать полную гармонию в условиях и идти к своей мотивации не от «я иду не от безденежья, безденежным проектом», а «я иду от хорошего к лучшему». Я понимаю, что это звучит достаточно банально, и если бы мне об этом сказали год назад, я бы сказала, что я знаю все, ребята, что вы вообще рассказываете про песные истины. Пропуская эти вещи через три фильтра, я поняла, что когда это остается здесь, в голове, это не работает. И только когда я на самом деле забиваю состояние, что мне здесь сейчас хорошо, и я иду в следующий проект без страха, я иду не за тем, чтобы кому-то что-то доказывать, я иду не из травмы, оно начинает работать, и у меня все получается. Мне будет интересно на самом деле от всех стартующих в чем угодно. Это может быть переезд, это может быть какие-то даже маленькие штуки, приготовление блюда, запуск бизнес-процесса. Получить эту обратную сеть, потому что, конечно, то, что она у меня там запускается, это мой личный опыт. Мне интересно, как это запускается у других людей. Что я еще хочу сказать, это про мотиватора. Очень часто я слышу, что люди говорят, я буду ходить в зал, но только мне нужно, чтобы меня кто-то подпинывал. Я запущу свой проект, но мне нужно, чтобы меня кто-то контролировал. Давай ты будешь моим мотиватором. Первое, что мы делаем в такой ситуации, мы даем это человеку ресурс. Мы не знаем, в каком состоянии он будет вас мотивировать. Из родительского желания, из зависти, сегодня у него хорошее настроение, завтра у него плохое настроение. Мы даем ему ресурс, и мы позволяем ему мотивировать нас на самом деле с той энергией, которая у него есть здесь сейчас. И второе, что мы делаем, мы перекладываем ответственность за свои действия на другого человека, и таким образом мы себе заранее готовим оправдание. Меня не мотивировали, у меня ничего не получилось. И поэтому я, ну из моего опыта, мне сложно работать с мотиватором, потому что я тут же начинаю сбассировать на самом деле этот процесс, и мне жутко хочется, в общем, вступить в отношения с мотиватором, в плане поспорить, сказать, что нет, я вот именно сегодня еще ничего делать не могу, и у меня миллион причин, и это как-то отвлекает этот процесс. Но те, кому нужны мотиватор, я предлагаю заключать какой-то свой своеобразный формат сотрудничества, сотрудничественного контракта, и чтобы люди, человек не брал ответственность, он говорил, хорошо, я буду тебе создавать условия, но мотивируешь ты себя сам. Очень важно брать на себя ответственность в любой ситуации. Что мне еще, что я вынесла из последнего своего процесса обучения для мотивации, потому что именно сейчас у меня идет как раз такой процесс старта, и почему я сейчас захотела поделиться такими вещами с коллегами, с единомышленниками. то, что, например, в сети РПТ и в сети, например, в некоторых других тоже психотерапевтических техниках, и клиент, и процессор оба берут равную на себя ответственность. То есть нет такого, что я как клиент, приду и меня вылечит, или я приду и мне помогут, и меня излечит, а я вообще ничего не буду делать. И мне нравится вкус вот этой ответственности, которую человек берет на себя. Потому что чем больше ты на себя берешь ответственности, тем больше ты расширяешь свои границы, тем больше у тебя получается. То сейчас, над чем я работаю, и что, возможно, понадобится. Всегда мы ищем единомышленников, всегда, когда мы начинаем какой-то проект, мы ищем партнеров. И когда вы собираетесь с кем-то что-то делать, например, совершенно недавно мы начали работу над данным проектом с подругой, и на какой-то момент я поняла, что у нас, то с ее, то с моей стороны идет саботаж и какие-то недоговоренности. Есть очень такой интересный принцип, принцип согласования, который можно использовать, и который, наверное, станет очень хорошим, очень хорошей платформой для того, чтобы вдвоем, втроем, вчетвером прийти к какой-то единой мотивации. Это, опять же, когда люди садятся вместе, и когда они говорят друг другу, да, я захожу с такими мыслями, я захожу с такими чувствами, я захожу с такими инстинктами. Объединить их, проговорить друг другу, проговорить, кто зачем, что начинает. И тогда любое начинание, на самом деле, мне кажется, будет более эффективным. Я применяла эту технику, и интересно, что выходили совершенно неожиданные такие вещи, но это нисколько не мешало, и, напротив, улучшало процесс старта проекта, и оно очень интересным образом, кстати, мотивировало, потому что, когда люди вдруг понимают, что у них мотив единый, и как-то вот в самом деле и тогда не в разные стороны люди двигаются, потому что, на самом деле, если заходит каждый со своей целью, они двигаются все в разные стороны. Хотя им кажется, что они развивают компанию, опять-таки, да, вернемся к истории, с Виталией, которая рассказала мне Костя, человек движется в каждом достижении своей собственной цели. И, понятное дело, что цель у каждого должна быть своя. Но когда люди эту цель создают какую-то свою общую цель у этого коллектива, получается все гораздо лучше. Собственно, это то немногое, что я хотела рассказать Настасьте. Мне бы интересно услышать ваши вопросы, если они есть по поводу мотивации, которые сегодня происходили во время полетов. Я наблюдала, с каким настроением и как люди шагают с этого паразита. Они, естественно, все проверяют страховку. Были люди, которые стояли полчаса и не могли решиться на этот шаг. Были люди, которые шагали, не думая. И когда мы уже уезжали, один молодой человек сказал, знаете, а мне хотелось бы добиться полного ощущения бесстрашия, когда я шагаю. И я сказала ему, что опытные тренеры говорят, каждый раз, когда ты шагаешь, ты будешь испытывать все новые, новые, новые ощущения. Но важно, чтобы ты понимал, что ты идешь в полет. И вот я хочу каждому, кто стартует, неважно что, пожелать вот этого ощущения полета, когда вы не сбегаете куда-то, и ваша мотивация не спрятаться, не доказать, не закрыться этим проектом от мира, а когда ваша мотивация шагнуть и полететь. Ну, у меня все. В воскресный вечер не хотелось бы никого сильно напрягать. Надеюсь, что было полезно. Оль, прием. Есть вопросы? О моем опыте старта. Да, можно рассказать. Я расскажу вам две коротенькие истории, одна из которых была неудачной, потому что опыт неудач – это самое ценное, что вообще может быть, наверное. Было мне 20 с лишним лет, и я решила, что я могу создать большой-большой бизнес. И у меня был кредит в 20 тысяч долларов, и я решила создать марку одежды для беременных. Я вам скажу, что эйфории было много, и много было позитива, и много было, как мне казалось, очень-очень хороших ощущений, которые помогли бы мне. Но помимо того, что не было опыта, и я считаю, что опыт – это не опыт, а знание, да, знание в том, что вы начинаете, это безусловно. Но мотивация моя, она была не из того, что мне сейчас хорошо, я хочу создать что-то лучшее, а мотивация была доказать всем, что я крутая. И, наверное, именно поэтому ничего и не получилось, потому что, ну, то есть, если проводить там сессию РФТ, можно очень много выяснить. На самом деле, никакой крутизны мне не хотелось, это все было из травмы. И это все дело провалилось. Я вынесла очень-очень много полезного для себя. И старт, который начинался, и другой старт, да, вот конференция, которую мы недавно провели, конференция умной благотворительности. Конференция, которая на самом деле зрела. Вот она была, когда мы сели, я пришла с дверью, мы сели, я говорю, слушай, я хочу провести эту конференцию, потому что у меня есть вот какое-то внутреннее, есть внутреннее желание принести полезные знания в нашу страну. Она говорит, у меня тоже. И мы настолько согласовались, и мы, я сразу проговорила, что мне страшно, я не умею проводить ивенты. Она говорит, я тебя услышала, хорошо, я умею проводить ивенты. И весь этот процесс, я вам скажу, что именно потому, что он был вначале согласован, то есть мы признали мысли, боимся, не боимся чего там, признали чувства, на какой-то момент, когда мне становилось просто очень страшно, что мы там не соберем людей, я ей писала, она мне отвечала, я тебя слышу, я тебя чувствую, все хорошо. Мы согласовались, инстинкты, я ей говорила, то есть у нее было, она мне писала, что я раздражаюсь от того, что у нас что-то там не получается. Я пишу, мне сейчас на самом деле очень там хочется замереть там, ну просто, наверное, мы достаточно близко друг с другом общаемся, мы не стеснялись вот в открытии, и именно поэтому конференция получилась классно, именно поэтому был полный зал, именно поэтому все спикеры приехали вовремя, именно поэтому удались все записи, именно поэтому пришли все партнеры, все получилось хорошо. Вот это для меня результат согласования, которого я не побоялась в самом начале. Как теперь РПТ помогает? Как многие девочки из советского времени, конечно же, я ребенок крушения системы, я такой романтик, потому что я окончила лицей космического правдоведения, и вот это все совмещение, но было очень-очень много, и в моих действиях, вот мне сейчас 32 года, в моих действиях очень много было действий с травмой, что это дало мне РПТ, РПТ дало мне очень какое-то структурное понимание, я рационал до мозга костей, мне очень нужно понимать, как все работает, мне нужно понимать все механизмы, только после этого оно как-то ложится внутрь меня и начинает работать. Если я не понимаю, оно не работает. РПТ дало мне механизм объяснения причины и нахождения ощущений в теле, как, что они у меня есть, и я могу их включить для того, чтобы мне не было сложно, мне не было трудно. Для тех, кто ищет, я скажу, что я вообще сторонник того, что у каждого человека есть свой набор техник. И я так очень многие вещи проходила, и на психотерапии, и семинары, и разные-разные вещи. Я считаю, что те, которые мы здесь и сейчас, это результат очень многих техник, но работа над собой там большая, и так далее. И поэтому, конечно, я рекомендую вообще, как можно больше интересных техник узнавать, но все-таки я сторонник тех техник, в которых клиент берет на себя ответственность. То есть, мне вообще не очень нравится, когда, мне считают в городском, говорят, ну, у тебя вот так, у тебя так звезды легли. Я говорю, прекрасно, и что мне с этим делать? Говорят, мы не знаем, вот это не мое. И вот почему я говорю про мотивацию старта, потому что очень многие люди, они прыгают в полет раньше, чем они понимают, для чего это им нужно. И когда ты прыгаешь, интересная была такая штука, что когда ты прыгаешь, просто чтобы прыгнуть, закрываешь глаза, летишь, долетаешь, ух, я прыгну, все, молодец, поставь себе галочку, а кайфа нет. А когда ты прыгаешь с открытыми глазами, ты прекрасно понимаешь, что будет происходить. Ты получаешь и кайф в процессе, и все гораздо эффективнее, и продуктивнее, там, для организма, как в случае полетов, и для дела, в случае бизнеса, в случае старта проекта. Вот. Я, главное, вижу четырех человек, Нара, Светлана, Лена и Юлия Брагина, и у двух почему-то минус стоит. За все время моей работы, спасибо, понятно, за все время моей работы у меня, а, вот, еще один опыт, который я хотела поделиться. Я написала два сценария, два синопсиса, мне захотелось их снять. И вот на тот момент у меня была реально крутая мотивация поделиться тем, что я думаю. Это были настолько какие-то продиктованные вообще с неба сценарии, я видела, как это будет. И я понимала, уже чуть ли не видела свое кино, оно мне снилось. И вообще просто нереально все происходит. И я помню этот сценик, который я шла к тому, чтобы снять фильм. мне приходили нужные люди, мне пришли внезапно деньги. То есть, и это было так, что я видела человека вообще просто второй раз, меня случайно с ним познакомили, а я горела с моим проектом, и до сих пор я считаю, что когда ты вот чем-то горишь, ты эту мотивацию просто людям передаешь. И я реально хотела поделиться, я пришла к нему и сказала, я знаю, что это интересно, я знаю, что это круто, я знаю, что я просто хочу рассказать то, что я придумала. И человек сказал, на, пожалуйста, давай, пробуй. Я тоже хотел в свое время рассказать, я тоже увлекаюсь, кино на тебе. И вот это ощущение, и с этим ощущением, что я создаю, создаю, создаю какую-то вселенную, я снимала весь фильм. И я постоянно потом во всех там интервью говорила, что для меня самое главное в этом фильме было быть услышанной. Если один человек тебя услышал, понял, что ты хотел сказать, это уже большой результат. Это вот к вопросу о мотивации, когда ты заходишь и вот ты веришь настолько, что у тебя тело, я вот помню свои ощущения, мое тело рвалось вперед, хотелось двигаться, оно было абсолютно наполненным, оно было абсолютно гармонично в пространстве. И весь съемочный процесс, я была абсолютно гармонична. Вот это самое ценное ощущение, которое мне кажется, надо ловить именно на старте, потому что потом его уже не поймать. Если все начинается нечестно по отношению к себе, то потом его уже не поправить. Почему так важна эта мотивация в старте? Я очень много слышала мнений о том, что это фигня, начать вообще проще всего, это потом самое главное продолжить, это главные ошибки, продолжение, они кроются в самом начале, они кроются тогда, когда человек не знает, зачем он начинает. На самом деле не поговорил с собой, не поговорил с людьми. Вот, поговорить можно просто, да, ум, чувство, инстинкт. Это такая интересная простая схема. Я иногда думаю, господи, почему же я и раньше не применял. Вот, вот такой опыт. Спасибо. Прием. Спасибо вам большое, что пришли. Мне очень классно делиться опытом, и, ребят, если хотите, пишите, я есть в фейсбуке, и с удовольствием уделить, потому что мне кажется, что у меня есть какая-то возможность, какая-то энергия, какой-то дар, я не знаю, Богом данный, вдохновляйте, мотивировать, и я очень хочу им делиться с людьми просто. Пишите. Огромное вам спасибо, что нашли время в воскресенье вечером. Вот, готова отвечать на все вопросы в фейсбуке, я просто живу. До скорой связи, всем пока, хороших стартов.